Семья Семеновых живет в этом доме больше 15 лет. За это время им так и не удалось узаконить земельный участок и вступить в ДНТ. Мы просто от безвыходного положения здесь строились, там строились, мы здесь построились, здесь ДНТ оформили, там ДНТ оформили. Нам почему-то не дают. Не знаю почему. Когда мы строились, они нам обещали, что ну да, сделаем документы. Земля эта была никому не нужна. Здесь был свинокомплекс, сами понимаете. Видимо, теперь земля стала нужной. Сегодня утром судебные приставы вновь пришли исполнить свой долг и, наконец, снести самоволки. В отношении данного должника судом давалось три раза от срочки исполнения суда. Исполнение производства уже с 2007 года. Но должником к витамике меры не принимались. На данный момент от срочки отказано. Естественно, сейчас решение суда исполняется. На этот раз решение суда приставы исполняли в составе более 50 человек. Для охранопорядка было привлечено еще около 20 полицейских. Местные жители также решили подготовиться и на одной из улиц даже возвели стенку из бетона и бревен, чтобы воспрепятствовать силовикам. Однако с явным количественным преимуществом слуги закона все же добрались до самоволки и приступили к своей работе. Хозяевам же оставалось лишь молча подчиниться и пока есть возможность забрать нажитое имущество уже из бывшего дома. Я ничего не могу рассказать. Вы видите ситуацию какая? Я выношу вещи. И как теперь? Что намерение делать? Вы собираетесь здесь? Не знаю. Деньги там, где-нибудь об этом еще не думали. Не знаю. Кто возьмет, там мы пойдем. Во время акции судебных приставов было задержано три местных жителя, которые наиболее рьяно защищали свое имущество. В настоящее время за препятствия деятельности судебных приставов задержаны три гражданина, в отношении которых будет составлен протокол по статье 17.8 Кодекса об административных правонарушениях. В стороне стояли дедушка наш, ему 56 лет, и зять. Вот их ни за что скрутили, толпа милиционеров завалили на пол, заломили им руки и увели туда. Меня уронили вообще за один толстомородный такой, как ебаный, меня по-русски сказали. Ну и что? Вы сопротивлялись? Я просто держала, так вот отталкивала, и все их. Кроме того, что семья Семеновых осталась без крыши над головой, им грозит еще выплата в размере 100 тысяч рублей за снос дома. Дети Павла и Ольги Семеновых сейчас находятся в школе и детском саду. Однако вернуться теперь им некуда. Дом, который Семеновые строили своими руками и прожили в нем более 15 лет, исчезает прямо на их глазах. Такая же участь ждет еще три семьи. Ни народное ополчение и даже возведенная стена не могут остановить слуг закона. Наталья Домбаева, Алексей Ионов, Первая Альтернативная. Субтитры создавал DimaTorzok